МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служить айчыне новобелецкий раус сёння означает 100 ходов с дня заснования. Маленькие корабли на Великой воде. У Гомеля проходит турнир по судам-модельным спорте. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Новые формы взаимодействия органов улады и депутатов с грамадянами в решении социально-экономичных проблем на местах сёння разглядали в Светлогорском районе. На его базе прошло выездное посаджение постоянной комиссии, Палаты представников национального сходу Республики Беларусь по державным будовництве, мясцовым самокеровании и регламенте. Удельники обмерковали практику применения закон Республики Беларусь об керовании и самокеровании Украины. Первый пункт программы выездного мероприемства – пленарное посаджение, подчас якого удельники выказывают пропонову по повышению эффективности работы с насельництва. Парламентары узгадывают право органов мясцового керования на объединение у ассоциации для вращения огульных проблем на местах. Украина уже есть, становяющие выник идейности таких объединений. На Гоминщине гэтым правом пакульшту не скорысталися. Як вариант применить идею можно на Полесе, с метой узняться туристичной привабности районов. Иншая справа – Светлогорский регион. На его территории размещаются 10 буйных предприемств. Пропоново зарабить акцент на промысловом туризме. У каждого есть свои ресурсы, свои финансовые и материальные возможности у каждого этого органа власти. Но, тем не менее, мы сегодня можем отметить, что даже в условиях довольно ограниченных ресурсных возможностей сегодня для того, чтобы граждане комфортно проживали здесь в районе, делается очень и очень немало. Неколи у Светлогорского был свой парк с аттракционами. Коли карусели отслужили свой термин, их демонтовали, и место отпочинку заросло травой. Месцовое насельнство зверталось до Улады с просьбой обновления парковой зоны. И некольких годов тому выдатковали сродки с бюджету. Долучили их до сбора с субботников, и парк набыл новое житё. То, что сегодня мы видим, по сути, наверное, такой очень яркий пример, когда есть запрос от населения, есть потребность в решении какого-то вопроса, и есть понимание у местных органов власти. И сегодня, конечно, граждане и жители города Светлогорска задают дальше вопросы, которые предполагают развитие, благоустройство территории. Не хватает брусов, потому что иногда хочешь попробовать элементы, а бруса не хватает. Поставить, возможно, новую площадку хватило бы, а то здесь, когда вечер, и много людей. Хотелось бы, чтобы Ледовый дворец был у нас в городе, покататься на коньках, поиграть в хоккей. Ещё одна пропонова, огученная парламентариями, створать у населенных пунктов громадские советы, у которых могут выходить только местовые жахары. Они ведают всё и каждого, значит, могут отделить важные питания от другогосных и за имя звернуться до Уладу, те вынести на народное обмеркование. Так, громадство будет больше заденечено в процессах развития своих населенных пунктов в области и краины в уголе. Евгения Кухаронна, Ганна Крайчук и Гармарыщенко. Телерадио Компания Гомельса Светлогорска района. Супрацовники Новобелецкого районного отдела внутренних справ святкують 100 годзе своего подразделения. 20 червеня 1919 года в Гомеле створили военно-милицейский батальон. Три роты разместили непосредственно в городе, а ещё одну четвертую у Харатским прадместе Новобелеца. На урочистостях побывал Олег Сентсироу. Бородьба с бандитизмом, дитячей беспритульностью, самогонаварением, крадежами лесу и хатни живёлы в 20-е годы минулого 100 годзе были вельми неспокойным часом. Подчас врочистостях, присвеченных 100-годовому юбилею отделения, открывается мемориальная дождь к памяти Соломона Гиндина. В 1925-м он узначалил Новобелецкую милицию и загинул при затримании узброенных злочинцев. С початком великой очины особого состава подразделения в складе городского изнишального батальона взмогался с вооруженными парашютными десантами, потом воевал у Червоной армии и протезанских отрадах. У летописи Новобелецкого райотдела так само уделал у ликвидации наступства у Чарнобырской катастрофы и борьба со злочинностью на меже 80-х-90-х годов минулого 100 годзе. В 1990-е тяжело было, не хватало финансирования, материально-техническая база была слабая. Но работали на энтузиазме, потому что в основном все пришли люди работать по призванию. Справились с этим, не дали в районе разгуляться сильно преступности, тяжело было, но побороли ее. Открытие музейного покоя, падея, яку в отделе унутных справ администрации Новобелецкого района, чекали давно. Экспозиция хоть и не вельми великая, але тут уся 100-годовая история подразделения, 4-я рота, 3-е отделение, Новобелецкий отдел милиции. За минулый час некакие разов изменялися назвы, але заставалося самое головное эффективное супрадеяние злочинности во всех ее формах. Служба у милиции никуда не была беспечной. В общем, эта экспозиция – сброя, якая была консискована в злочинце урозные часы, причем часто она выраблялась. Литерально ухатних умовах, як возгадый револьвер, прососованный для страдьбы малокалиберными патронами. У Новобелецком отделе внутренних справ кажуть, что сегодня ситуация в районе находится под контролем. Такую думку подделяют и в Министерстве внутренних справ. По выниках минулого года, гэта отдел у республицы прознаны лепшему свою категорию, як означается в отременном дипломе за высокие покажки у оперативно-службовой деянности. При этом тут обоязково подкрескивать. Такие выники достигнуты, благодаря выключению профессионализма сопротивленников милиции. Сто лет – это дата, когда подводятся итоги не только сотрудниками органов внутренних дел, а также и обществом, интересы которого мы защищаем. Служба в органах внутренних дел сегодня требует от сотрудника профессионализма принципиальности и чуткости по отношению к обществу. Максимальную сумму выплаченого подоходного податку за 2018 год у Гомельской области выплатил работник IT-сферы – больше, как 160 тысяч рублей. Такую информацию сегодня подчас брифингу агучил начальник инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дявойна. До речи, все лета сфера информационных технологий принесла Беларуси в 11 разов больше податковых отличений в бюджет, чем за аналогичный период в минулого года. В уголе у Гомельской области за 2019 год в бюджет поступило 1 миллиард 110 миллионов рублей в выгляде податковых отличений. 97% из них выплачены доброохотно. Запазыченность склада и амаль 12 миллионов рублей. На сайте Министерства по податках и сборах что месяц размещается спис должников, как любой жадающий мог ознайомиться с платежа с дольностью своего контрагента. Сирот физичных особ основная запазыченность припадает намоемостные податки. Однако с уступлением усилы новой редакции податкового кодекса добросумленные плательщики отримали шерох проференций. Если плательщик в предыдущие 6 месяцев не имел задолженности по налоговым платежам, операция приостанавливается через 10 рабочих дней. Если плательщик своевременно уплачивал платежи до 1 числа месяца следующего за отчетным, операция приостанавливается через 5 рабочих дней. За 5 месяцев истекшего периода 2019 года на 6 рабочий день были приостановлены операции порядка 589 плательщикам, и на 11 рабочий день были приостановлены операции 84 плательщикам. Это говорит о том, что плательщики стараются своевременно исполнить налоговые обязательства. 680 субъектов селета скорыстались правом выплатить податковые платежи за месты иншой особы, что принесло в бюджет больше, как 13 миллионов рублей. А кроме того, дякуючи указу президента номер 340, юридичные особы и предпринимательники могут после выполнения податкового обязательства звернуться в Межведомостную комиссию, как оттерминовать або отменить выплату штрафу. В минулом ходе такое вызволение от выплаты пения трымали 20 плательщиков, у гэтым – 2. Самая старая артезианская сведровина Беларуси находится на территории Гомельского парка. Сегодня ее исполнилось ровно 100 годов. Полику гэтая сведровина – третья из побудованных у областным центры. Две инши были уладкованы ясче ранее, але до нашего часу не заховалися. Нормативный термин эксплуатации сведровин складает 14 годов, а гэтая находится в справном стане, функционуя и забеспечивая водой центральный район Гомеля. Что месяц воду проверяют на ответственность санитарным нормам. В 1917 году управлением города было принято решение, в связи с тем, что город расширялся, увеличивался, принято решение пробурить еще одну скважину. Ранее он назывался «Колодец». В 1917 году западная геологическая экспедиция Могилевской губернии, тогда еще называлась, принялись за работу. Но в 1918 году работы были приостановлены, вероятно, из-за нехватки средств. После чего в 1919 году работы были завершены все-таки по настоянию руководства города, и артезианская скважина начала, так скажем, свой рабочий путь. Цикаво, что у парку знаходятся и еще две найстарейшие сведровины Беларуси. Одна изъявилась в 1928, другая в 1936 годе. И они так само працуют до этого часа. Узнагароджение переможцев областного этапа конкурса «Золотое перо Белой Руси» произошло сегодня в Гомеле. Дипломы и призы от организаторов в стенах телерадио-компании Гомель отримали 13 творчих молодых людей. Все лета конкурсные работы примали только в выгляде эссе по трех пропонованных тематиках. Усяго на конкурс поступило колядзвюг с половой тысяч работ, 107 з яких дослали представники Гомельщины. Эксперты оценивали глубиню подачи, актуальность обранной темы и креативный подыход. Первое место у номинации «Моя неполторная малая родима» досталось Валерия Стаценко, навученцы Мазырского профессийного колледжа-будовников. Лепший твор про конституцию написала Дарья Дегтярова с Ажгунской средней школы Добрышского района. Перемогу не только в области, але и по республице у номинации «Великая перемога в наших сердцах» завоевала Рената Громыка с Гомельского профессийного технологичного лицея. Это история про мою прабабушку, которую мне рассказала моя бабушка. Эта история передается из поколения в поколение. Всегда об этом разговариваем. И хотелось поделиться своей историей. Она много чего пережила. И войну, и голод. И все-таки это очень сложно. У нее было пять детей, и одного убили немцы. Организаторы конкурсу подкресливают высокий узровень работ селетних удельников, школьников и навученцев. Я еще один покажет того, что сучасная молодь вельми патриотичная. Члены жюри пробивались слезой на некоторых работах. И это было в основном у молодежи такой вот, где-то класс 10-й. Вот такой вот возраст. Я вам скажу, что если говорить о патриотизме наших ребят, то вот этот конкурс – показатель того, что патриотизма в наших ребятах достаточно много. А кроме того, областная организация «Белая Русь» и Управление внутренних справ Гомельского облаканкама узнагородили переможцев первого конкурса социальной рекламы «Житё по зазалежности». Селфи с лесиком и майстр-классы спортсменов у Гомеля завершается под рыхтовка фан-зоны до других европейских гульняв. Сачыц за ходом мультиспортивных спаборництвов можно будет на пляцовце каля лядового палаца. У день открытия Европеады свое майстерство покажут легендарные спортсмены Гомельщины, а на сцене выступят белорусские зорки. Подчас мероприемства будут працавать и интерактивные пляцовки, на яких гомельчане смогут познайомиться с разными видами спорту и отказать на пытанні викторыны. Фан-зона почне працавать завтра у 21. До речи, до яркого спортивного свята телерадио-компания Гомель обвестила фотоконкурс «Моя любимая фан-зона». Досылайте свои фотоздымки на адрес электронной пошты фотоконкурс игры-собака-тевяр-гомел.by. Шукайте себе на здымках на нашем сайте. Аутры лепших фото отримают призы. Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг усіх девяти зон отпочинку, официйно дозволенных для купання. По выніках лабораторных доследованье установлено, что пробы воды в зоне купання Волотауского пляжу не отповедают потребованиям безпеки. В воде выявлено подвышенное утримание кишечной палочки. В связи с неотповедностью воды гигиеничным нормативом было рекомендовано обмежавать купання дятей. Протягивают денечать подобные обмежавання на пляжах «Каскад-1» и «Прутковский». Так само не рекомендуется купання дятей и дорослых на пляже «Каскад-2». Микрокарабли выходят на великую воду. У Гомелі стартовал турнір по судомодельным спорте. Аматры гетага спортивного напрямку привезли в областный центр копии реально яснуючих кораблёв и гоночные суда зо сёй краины. Подробязности в сюжете Вероники Хамзиковой. У трёхдённых споворництвах принимают у дел 8 команд. У каждой по 6 спортсменов. Споворничают яны в 60 дисциплинах. Турнир по судомодельным спорте проходит в рамках республиканской спартакеяды «Техноспорт». А кроме судомодельного спорта, у ЕАЕ программы «Ауто» и «Авиаспорт». Картинг, мотоциклетный и ракетомодельный. Проведение подобного рода соревнований является прекрасной возможностью проявить себя для многих талантливых и именно увлечённых техническим творчеством ребят, где они могут продемонстрировать все свои способности, умения, показать желание стать одним лучшим из лучших судомоделистов страны. Каб собрать модель до старта, у патребны у середнім от 6 до 18 месяцев. Гоночную модель подрихтовать значны лягче, чем копии реальных кораблёв, які конструкторы могут збирать до трёх годов. Аматоры моделирования могут выдатковать не один тыдень, каб правильно завязать усягу один микровузел на ветразе будучей копии знакомитого корабля. На самом деле довольно-таки сложный процесс. Данную модель я собираю уже более года. На самом деле этот строк сборки, он непосредственно зависит от человека, насколько у него есть желание, сколько он готов времени отдавать всему. И очень интересно это всё, азарт. Очень интересно. Я постоянно, если есть возможность, езжу на подобные соревнования. Судомоделирование развивают у Гомеля, а так само Мазыры и Калинковичах. Цекавость у молодей знижается. Тому мы этот турнир увернуть к этому виду былу и популярность. Ребята мастеровитые у нас. Мои два воспитанника здесь выступают. Они спортсмены первого разряда. Чуть-чуть не хватает им до кандидата, мастера спорта. Может быть, повезёт и сегодня выполнят. А так у нас довольно конкурентоспособная команда. И вообще я вожу, кроме этих соревнований, регулярно своих ребят на открытые кубки молодечной, слуцки у нас, юнга и гардемарин. И мы практически последних лет пять попадаем в призовые места. В минулом году с поборницей у Гомеля проходили у першиню. Тогда гомельчане заняли сёмое место. Сё лето команда собралась довольно мощная, с добрыми модельными судами. Организаторы спадзяются. Гомельчане трапят упрызовые места. Имёны переможцам станут свядомые завтра. Вероника Гомзюкова, Валерий Хапанько, телерадио-компания «Гомель». У совезе со спякотой на завтра у регионе объявлены оранжевую зровень небезпеки. У дзенны гадзины 21-го червяня максимальная температура поветра досягнет плюс 33-34 градусов. Подобный характер надборья захавается и в суботу. У неделю градус крыху спаде, макчимы дожды. Як чекается у початку наступного тыдня, надборья станет больше комфортным. Будет до плюс 26-28 градусов. Гэтая, а так сама іншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернет-те по адресе www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Брался устанавливать жалюзи, но обещаний не держал. Гомельские следователи возбудили против жителя Брагинского района уголовное дело за мошенничество. География потерпевших обширна. Это жители различных городов региона. Гомеля, Мозыря, Речицы, Жлобина и Калинковичей. Предпринимательскую деятельность задержанный вел с 2016 года. Мужчина принимал заказы на изготовление и монтаж жалюзи, но взятые на себя обязательства выполнял недобросовестно. Более 10 обманутых покупателей. И это только по материалам расследования. Вот фотография этого человека. Следователи не исключают, что от мошеннических действий мужчины могли пострадать и другие люди, поэтому распространили через СМИ фото с его паспорта. В настоящее время по уголовному делу потерпевшими признаны 11 человек. Жители различных городов Гомельской области. Однако, следователи полагают, что у потерпевших может быть гораздо больше. В связи с этим они обращаются к гражданам, которые могли пострадать от действий лица, указанного на фотографии в данном видеосюжете, обратиться в Гомельский городской отдел Следственного комитета, либо лично, либо по телефону, указанному на экране. Водители двухколесного транспорта систематически стали попадать в сводки происшествий на дорогах региона. Только за последнюю неделю в Гомеле два случая со смертельным исходом. Минувшие сутки обошлись без человеческих жертв, но имели серьезные последствия для двух мотоциклистов. В Житковичском районе ранним утром бесправник на автодороге Туров-Хильчицы не справился с управлением, съехал в Кювет и опрокинулся. Мало того, что на 17-летнем юноше не было мотошлема, так еще и имелись признаки алкогольного опьянения. Итог – многочисленные травмы, с которыми молодого человека доставили в реанимацию Житковичской больницы. А в Гомеле водитель мотоцикла Хорс во избежание столкновения с впереди идущим транспортом по 1-й улице Луначарского применил экстренное торможение, в результате чего опрокинулся. 50-летний мужчина с травмами также госпитализирован. Еще одна головная боль инспектора в этом летом – велосипедисты. Они редко спешиваются на зебре, что часто становится причиной ДТП. Последний случай произошел накануне на пешеходном переходе улицы Крупской в Гомеле. После столкновения велосипедистка оказалась на асфальте, но, к счастью, в госпитализации не нуждалась. Днем ранее на пешеходном переходе улицы Фрунзе велосипедист также, вопреки существующим правилам, переезжал пешеходный переход и врезался в легковой автомобиль, выезжавший с улицы Барекина. Удар пришелся на боковую часть машины. А происходит это примерно так, как запечатлел видеорегистратор одного автовладельца на улице Федюнинского. Загорается зеленый, означающий, что разрешено движение пешеходов и автомобилей, пересекающих улицу. Водители авто, поворачивающие направо, не видят в ближайших двух полосах пешеходов и начинают маневр. И вдруг на их пути внезапно появляется неспешившийся велосипедист. Потом ГАИ начинают разбираться в ситуации и выясняют, чья вина больше. Инспекторы напоминают, лишь строгое соблюдение правил дорожного движения может гарантировать максимальную безопасность на дороге. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. 30 спортсменов нашего региона примут участие во вторых европейских играх. В состав белорусской сборной вошли чемпионы и призеры Олимпийских игр. В боксе среди мужчин нашу команду представят Эмил Алиев, Владислав Смягликов, Виктор Чеварков, Вадим Панков, среди женщин Галина Бруевич, а также Антонина Аксенова и Виктория Кебикова. В женской борьбе за медали будут бороться Виолетта Чирик и Мария Мамашук. В Греко-римской Кирилл Грищенко. В сборную подзюдо вошли две спортсменки Ульяна Мининкова и Виктория Новикова. В спортивной акробатике будет выступать белорусская смешанная пара гомельчанин Артур Беляков и брещанка Ольга Мельник. Также в сборную по баскетболу вошел уроженец области Андрей Рогозенко. В команду по легкой атлетике отобралась только спринтер Юлия Костючкова. Две самые внушительные дружины нашей области по велосипедному спорту и гребли на байдарках и каноэ. В сборную по велосипедному спорту вошли Роман Тишков, Роман Романов, Евгений Охраменко, Владислав Новик, Инна и Каролина Савенко, а также Василий Кириенко. В гребли на байдарках и каноэ будут выступать Роман Петрушенко, Владислав Литвинов, Станислав Дайнека, Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева и каноистка Елена Ноздрева. Что касается прогнозов, хотелось бы их не делать. Сегодня все спортсмены, которые будут участвовать в вторых европейских играх, они все заточены под результат. Поэтому мы будем все-таки болеть за всех тех 30 спортсменов, которые будут представлять Гомельский регион на вторых европейских играх. По нашей предварительной информации, более 11 тысяч болельщиков Гомельской области организованных будет посещать мероприятия вторых европейских игр. Напомню, вторые европейские игры откроются 21 июня. В этот же день пройдут первые баскетбольные встречи с 9.00 до 17.15. Также в день открытия выйдут на ринг и боксеры. Гомельчане Владислав Смягликов, Виктор Чварков и Вадим Панков проведут первые предварительные поединки. К другим темам гомельчанин завоевал серебро на чемпионате Европы по вольной и греко-римской борьбе среди кадетов. Глеб Макаренко провел пять схваток и в упорной борьбе завоевал серебро. Всего в копилке белорусов четыре медали. Продолжится кадетский континентальный форум выступлениями спортсменов в вольной и женской борьбе. Завершатся состязания 23 июня. В Гомеле завершилось открытое первенство областного центра по академической гребле. На соревнованиях выступали юноши и девушки 2005-2006 годов рождения и моложе. Гомельскую область представляли спортсмены из отделения гребли с дюшор номер один БФСО «Динамо». Слаженный дуэт сестер Яны и Марии Шуколовича в двойке показал второе время. Гомельчанки стали серебряными призерами первенства. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова